здравствуйте друзья у меня всегда когда какой-то праздник такая дилемма возникает много народу которые поздравляют поздравляют самых разных ресурсах то есть когда на канале это проще но вот есть еще фейсбук есть еще вконтакте linkedin одноклассники и и в общем так много много разных мест и последнее чего мне хотелось чтобы человек там от души написал что-то а его бы проигнорировали пойти я я буду потом чувствовать себя виноватым таким как бы не хорошо и поэтому надо какое-то решение техническое находить так что значит техническим решением будет вот это видео которое я сейчас наговариваю это видео является официальным поздравлением с новым годом всем кто смотрит наш канал там чаще или реже и с одной это с одной стороны с другой стороны там все пожелания какие только могут быть безусловно я присоединяюсь к тому что вам желают ваши друзья там родственники близкие люди я хочу сказать что непростой год нас ожидает а уж какой минувший год был непростой я уж даже страшно сказать но я вспоминаю наше детство знаете и тогда было много людей которые после войны помнили войну вот родители там допустим моя не пережили войну уже во взрослом достаточно возрасте и и вот этот тезис лишь бы не было войны лишь бы не было войны лишь бы не было войны там и частушки даже были такие там кто-то в общем было много даже юмора на этот счет но что я хочу сказать мы как-то неожиданно оказались в таком в таком положении когда вот то что тогда люди искренне желали и не не механически об а просто вот из пережитого пойти она снова становится не механическим а пережитым когда хочется сказать что чтобы всем бы нам мирного неба и чтобы жили мы благоустроенном жилье они там смотрели на руины того что осталось и чтобы все были живы я уже не говорю там про детей этого и вообще святое там и так далее и здоровье и много-много-много чего такого вдруг стало актуальным сейчас чего казалось бы уже и в принципе ты быть не может и даже когда это случалось где-то ну ну ладно там на ближнем востоке или там в африке пойти когда это случилось югославии казалось бы тоже сюр но не невозможно же в центре европы вот чтобы так вот мочили там тысячами десятками тысяч там и так далее это все такое странно это тоже было как сюр и вот я хочу пожелать раз уж мы на границе 2015 года я хочу пожелать чтобы это осталось сюром чтобы это никогда не было реальностью ни для кого не только для тех кто смотрит нас и тех кто как бы слышит меня сейчас а вообще ни для кого и никогда и не при каких обстоятельствах и и чтобы не возникало вот этих обстоятельств когда у людей возникает желание там что-то там автоматом помахать или там ножиком или там еще чем-то в этом роде поэтому что все это осталось в прошлом и чтобы впереди у нас был хороший светлый год когда проблемы решаются когда становится лучше не только карманом но но в первую очередь духовного я бы пожелал потому что карман без духовного вот как раз приводит к тому о чем я только что говорил то есть даже должна быть духовная составляющая и это то что нас отличает от от менее развитых видов жизни на планете так что всем мира спокойствие процветания и чтобы все мечты сбывались и чтобы дети радовали и чтобы родители были в порядке и и любовь и все что человеку нужно для хорошей жизни не просто так вот выживать а для хорошей жизни и вот чтобы все это было и у кого есть чтобы приумножилось у кого чего-то не хватает чтоб добавилось и чтобы никто не остался разочарованным недовольным угрюмым так что а я уже как могу значит тоже постараюсь что-то такое сделать со своей стороны хотя бы все понимаем что каждый из нас имеет очень ограниченные возможности в этом смысле но если каждый будет там по возможности то весь мир я думаю станет намного лучше счастливы ребят с новым годом с новыми ожиданиями с новыми достижениями счастлива